Добрый, добрый, добрый день всем, кто к нам подключился и всем, кто ждал трансляции. Я точно ее ждал. У микрофона друг, так что здравствуйте, друзья. Это студия игрокам ТВ и мы начинаем Join.MLG Pro League. Первый сезон. На данном этапе у нас дивизион Азия. Играют команды Invasion Esports против команды Rave. По банам пикам. Давайте быстро пробежимся, а дальше уже расскажем, что там вообще нас в группе ожидает. Ну, смотрите, по банам, да собственно, что тут говорить, вы прекрасно видите. Веншфул Спирит, Чен, Тролль Варлорд, Брудмазер, для тех, у кого плохое зрение, все-таки озвучу. Бэтрайдер, Акс, Шторм и Сэнд Кинг. Со стороны команды Invasion Esports в пик уходит Skyros Mag, Beastmaster, Bristol Bag и Ogre Mag. Со стороны команды Rave уже имеется Клокверк, Снайпер и, о господи, кто это, Висп. Под кого берется Висп, пока не знаю. Возможно, появится у нас Тинни в пике, ну, было бы не лишено смысла. По-моему, Рейв в пике с Тинни недавно команду, кажется, MVP Phoenix'ов Рейва разорвали напополам, дважды с Виспом в пике. Висп и Тинник был. Ну, сейчас Тинни я вижу не в бане, под кого же еще брать Виспа? В принципе, Свен или Тинни или ЦК. Тут вариантов немного, но я Свен, да. Все-таки Свен для Рейв решили взять у нас суперсильного и супердамажащего парня. Хотя, чем Тинни был хуже, не знаю. Ну, под скорость бега тут, в принципе, нормально будет. Бегать будет от кого, бегать будет за кем, потому что Бреста тут попробует догони. В любом случае, Мид у нас, скорее всего, будет Снайпер, я думаю. Либо Висп и Свен. Такая Даблат тоже у нас, в общем-то, за один считается и может отправиться на Мид. Сложная для Клока, это, в общем-то, понятно мне. Ну, Джейо, я думаю, скорее всего, будет отыгрывать у нас на Свене. И либо он отправится в легкую, либо на Мид, мы это увидим. Нужен еще, еще один саппорт для Снайпера. Если вдруг Снайпер отправится в легкую, тут, понятно, одному не выстоять. А команде Invasion Sports осталось... До кого добрать осталось? Бристмастер у нас в пике, я так понимаю, Бристалбек отправляется в легкую фармить. С Огурмагом и Скоросмагом. Ну, а в Мид тогда кого-то в Мид. Хотя и Бистмастер тоже может постоять в Миде. Против Свена и Виспа, конечно, милишному персонажу стоять в Миде, это проблематично. Во-первых, Висп настреливает, все время маленький, но очень подлый парень. Ну и Свен с Плэшом тут без ста будет разбирать без вопросов. Я думаю, что лучше бы БМа отправить в сложную. Ну, посмотрим. Квапу забанили, да. Рейв тоже прекрасно понимает, что будет рейнжевой Мид-персонаж. Медуза для Invasion Sports. Ха-ха. Вот это будут меряться причиндалами, ребята. Я думаю, в Лейте нас ожидает очень веселая игра и очень интересная. И судя по наличию Свена и Виспа, если вдруг эти ребята выформят, а тут не выформить. Разве что я мог бы в пабе. А так, по большому счету, шансы на фарм колоссальные. У команды Рейв все для этого имеется. Хоть в лес уходи, хоть по лайнам летай, хоть врывайся, убивай, хочешь умирай. Или, ну, без разницы вообще. Свен с Виспом выфармливает свое без вопросов. Если руки хотя бы меньше, чем на 90 градусов кривые, то все получится. Леон последним заходит для команды Рейв. И, в общем-то, мы должны уже начинать. Джейо будет отыгрывать на Свене. Райор в сложную отправляется у нас на Клокверке. Крисси, Крисси на Снайпере, как я понимаю, будет. Но где он будет, на легкой или на сложной, на легкой или на миде, мы посмотрим. Каст играет на Виспе. Крисси играет на Снайпере. В общем-то, тут без удивления и, и, и. Кто там пятый у Рейвов? Ладно, это позже. FZ, FZ. Играет у нас на Медузе. Это мид Медуза. А ДТР на Огрмаге будет саппортить. Нанай играет новый Кстатис. Со вчерашнего дня новый стендин у команды Инвэйджин Спортс. Нанай играет на Бристлбеке. Гёст играет у нас на Бистмастере. И стендин Икс. Стендин Икс пока что не уходит. Почему до сих пор стендин? Не знаю. Секундочку. Всё мы подготовим к вменяемому внешнему виду. Как убрать этот... Блин, никак не могу запомнить, что надо этот Дота Пит отправить к чёртовой матери. Вообще это не заставка, не оформление. А какой-то ад для любого эстетического чувства. Мрамор, как в постсоветских уборных. Жуть. Ну вот это приятно. Монопул. Давайте, наверное, монопул оставим. Или триумф. Триумф, монопул. Ну это уже Старкрафт начинается. Это, конечно, провальчик. Давайте монопул оставим. Очень похоже на классический интерфейс. Приятно наблюдать. Так, ну что, будет пауза. Давайте я расскажу вам по группам. Или, в принципе, могу... У нас, в принципе, паузы в игре всё равно будут. Это азиатский дивизион. Здесь без вылетов вообще никогда не бывает. Будут паузы. Я вам расскажу, что там в группе происходит. И выведем таблицу на экран. Это тоже всё возможно. Но пока, что пока могу сказать. Пока что по данной паре команд Invasion играет на первом месте. Invasion лидеры данной группы. Шесть игр у них сыграно. Это всё Best of 2. Насколько вы помните, за одну победу одно очко. За поражение ничего. Так вот, шесть игр Best of 2. То есть 12 матчей они провели. Девять поинтов они имеют. У них четыре победы. Одна ничья, одно поражение. У их соперников, команды Rave, меньше всех игр. Меньше всех. Rave сыграли всего лишь три катки Best of 2. И они в топ-5 из десяти команд. Они в топ-5. У них за три игры пять очков. То есть всего одно поражение. Rave. В общем-то, Rave крутые. Я думаю, что Rave, судя по коэффициенту их побед, Rave явные здесь фавориты. Не смотрел я, что там на Dota 2 лаунжи. Вообще, что там по ставкам, что букмекеры говорят. Если что, напишите, кто вообще ставил шмотки. А тут у нас есть азартные ребятишки. Так вот, всем азартным просьба сказать, что у нас по коэффициенту на данный матч, чтобы все люди это знали. Ладно, переключаемся на Крипстат. Криси стоит в миде против FZFZ. Медуза против Снайпера. Это хорошо, действительно интересно будет посмотреть на эту рубку. Это не в одну калитку будет. У нас ADTR уже начинает гонять Gio. Gio здесь в соло. А где, кстати, Висп, когда Gio в соло? Висп у нас на миде. Почему сам стоит Свен? Gio здесь в соло получал по лицу. Ну, так и должно было быть, что вообще разговаривать с Gio. Тем более, когда нет никакого саппортинга. Ну, здесь Криси... Каст решил подсаппортить немножко Криси. Каст первого левела улетает отсюда. Странно, странно, странно. Очень странно. У нас Gio бодается с ADTR. По шансам ли это вообще? Сейчас Скайросмак придет. Арканболт какой-то или Голубей в спину. И что Gio будет делать, непонятно. Gio еще и под чужим вардом стоит. Команда Invasion, в общем-то, сложную. Триплу в сложную отправила. И сложная пока что явно в их пользу. Ну, все. Наконец-то поставили вард. Gio понял, что что-то здесь не так. Клок тем временем у нас забирает... Забирает Бейстмастера. Давайте мы можем это посмотреть. У нас век высоких технологий. Закрыли в когах Бейстмастера. Через батарея Саут забирают. Этот батарея Саут это просто кошмар какой-то на ранних левелах. Что вообще с ним делать и как против него быть, вообще непонятно. Кстати, у Клока симпатичная масочка. Рарный шлем у нас у Райора. Райор свой рарный шлем реализовал. Забрали в любом случае Бейстмастера. Бейстмастер, в общем-то, и в легкой стоит. Но он стоит против Даблы. Бейст. Бейстмастер пока что у нас рассыпался. Здесь Свен. Свен. Ну, какая-то расстановка линий, честно говоря, немножко козья. Здесь в соло стоит Свен. Действительно в соло, потому что НБ просто здесь ходит и вводит крипов, да еще и получает по щам. Что он? Неужели забирает у нас Кайросмаг в соло Леона? У Леона ничего не прокачано. Я вижу ничего, ни подкопа, ни Хекса. Почему? Хекс, наконец-то, прокачал. Ну что здесь? Не убежит НБ. Не должен убегать. Еще одни голуби в спину, еще один удар. НБ умирает у нас. Аркан Болт полетел. Все. Кайросмаг в соло разбирает Леона. В это время Джио бодается с Нана. Вообще не по шансам. Тут Спрей второго левела. Третий левел вообще у Бриста. Что у Свена? У Свена тоже третий левел. Но Свен, понятное дело, получает нормально по щам от Бристлбека. Да любой на ранних левелах от Бристлбека плотно просаживается. Уже стоит АДТР. Он уже готов выйти и наказать Джио. Давайте наблюдать, куда отправился Джио. Джио отправился на верную смерть. Пытается улететь Джио. Будет ли Фаер Бласт? Да, Фаер Бласт в лицо. Бристлбек забирает этот фраг. 2-1. Команда Инвейджин. Начало хорошо себя чувствовать. Так, у нас погоня за Гёстом. Здесь тоже через батарея Саут зацепили. Ну, теперь у меня вопросов по расстановке лайнов меньше. Под тизером быстрее бегает Райор. У Райора все в порядке по ХП. Есть у него Боттл. Он из себя может хилить и Виспа. Но у Виспа тоже есть Боттл. А Йо у нас тоже не проседает особенно. НБ еще контролит для них руны. Ну, все вообще по фэншую. Команда Рейв должна чувствовать себя поуверенней. Единственная проблема это Джио, который стоит вроде бы и в легкой, но стоит против Триплы. Трипла с Дизейблом, замедлением от Скайрос Мага и Сайленсом. Трипла со Станом и замедлением от Огр Мага. И Бристлбек уже вкачал спрей. Так, Лок у нас здесь забирает еще раз Бестмастера. Что это за провал со стороны команды Инвейджин? Да, Райор вроде бы на лоу ХП, а вроде бы и сделать ничего не может ему Бестмастер. Опять же, можно даже не дамажить с руки. Тут батарея саут на третьем левеле, сами прекрасно понимаете. Во-первых, не дает бить, во-вторых, никуда не дает уйти. Возвращаемся онлайн. 5 минут практически сыграно, счет уже 3-2. По-моему, игра обещает быть интересной. Опять же, это 12 сет, вроде бы и день, а вроде бы и серьезные команды. Весело, 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 весело. Единственное, что на миде, кстати, пока что скучновато. Не приходилось нам сюда переключаться. У Криси уже имеется фейсбутс, есть рейсбэнд. Медузы Аквила, но курица несет ей тапок. Так, где, где, где Огр у нас? Что происходит? Здесь в лесу у нас опять месиво. Опять через батарея саут умирает у нас Огр Маг. Герз здесь бегает в хиксе. Кабан ему наваливает. Наваливает со спины FZ, FZ. Ульта пошла от Медузы. Стоунгейз. Тут Криси, наверное, никуда не уйдет. Еще здесь и Медведи. Медведи должны помогать. Ульта в FZ, FZ разваливается. Криси выходит живым из этого файта. Кабан, конечно же, его стопит. Надо избавляться от Кабана и как-то подблочить его. Никуда ты не уйдешь. Криси, Игнайт от Огра, Fire Blast. По касту минус, по-моему, минус 3. Да, Клок уже появился. Минус 3 со стороны команды Invasion. 5-6. Даже минус 4. 4 в 2. Invasion 1285. 1285,78. Такая вот интонация была и перечисление. Аж смешно слушать было самого себя. Ну что, у нас на хосте пытается Скорресмак уйти. Нет когов. Вовремя бы Райор поставил Коги. Никуда бы Скорресмак отсюда не ушел. Мистик Флеера там еще нет. А значит, в Когах верная смерть для Райора. Ну, натупил у нас немножко оффлейнер команды Рейв. Фраг забрать не смогли. Пока что 5-6. Пока мы за драками следим, давайте хотя бы немного по экономике посмотрим. Invasion впереди на 500 золота. Но это и есть один фраг, в общем-то. По фарму. На первом месте у нас Бристлбэк. У него по крипам 42 на 25. Уже есть Вангвард 6. Минута. Черт меня сбоку вообще видел. Что происходит? Нана уже заработал себе на Вангвард. У него есть тапок, стики. Здесь все есть, что необходимо. Люди с такими артефактами без Вангварда. И тапка до 12-13 минуты могут бегать. У Бристлбэка все хорошо. И вроде бы это сложное, но трипла свое дело сделала. Загнали у нас Свена. И посмотрите на Свена. Бедняга на соцспособии вообще живет. Бутс оф спид, стаут шилд. Ну все. Квилинг Бейт, наверное, сильнейший из оружия Свена, которым будет в ближайшие 2-3 минуты. Но надо хоть как-то какой-то спейс-крейтинг организовать для Свена, потому что с таким фармом дальше будет делать толком нечего. Два кабана уже наваливает Свену. Так, ульта у нас пошла от снайпера. Снайпер забирает у нас Медузу. Вот она, подруга в когах. Развалилась. Но давайте драки. Может и не будет. Давайте посмотрим, что у нас тут. Как умирали кумиры. Цепляют у нас Медузу. Тут Хукшот должен прилетать. Откуда летит Хукшот? Вот откуда летит Хукшот. Вообще сбоку. Все. Привалили Медузу. Медузу разобрали. Счет 6-6. 7-6. Тем временем счет убили у нас Свена на сложной. Да что такое? Невозможно вообще стримить, что происходит. Свен у нас ушел под землю через... Короче говоря, просто расскажу. Через Праймл Рор пришел парень по имени Бесмастер. Крикнул в лицо Свену. Свен такого напора не выдержал. Ну и умер от страха. 6-7 счет. Джио отправляется вниз. И здесь опять же еще и Клок. У Клока Хукшота пока что нет. Но закрыть в Коге можно будет. Надо выходить Райору и начинать... Да что же ты, что же ты творишь, Райор? Такой толковый игрок и так криво поступить. Можно было закрывать Бреста здесь в Коге. И разбирать его спокойно через батарея Саут. Непонятно. Может быть что-то пролагало у Райора. Может просто судорога среднего пальца. И W раньше, чем Q кликнул. 6-7. Ну и игра насыщенная. 8 минут 13 фрагов. По-моему веселье только начинается. 750 впереди команда Invasion по золоту и 250 они по экспириенсу. По вещам, если у нас время, в принципе есть. Пока игроки отошли чуть-чуть подальше, уже Пауэр Трес появляется у нас у Бристалбека. У Джио тем временем появляется Брасер. Понимаете разницу, да? 6-й левел за тот же Йо. Есть уже Гад Стрэндж. Это уже хоть какой-то буст для своей команды. Ну и у Нана практически 8-й. Половина 8-го левела уже есть. Леон отправился на сложную в соло. Сделайте меня развидеть это. Что творится? Леон с Бутсов спит. У него 300 голды. И здесь Икс. Кстати, Икс в начале матча Леону и объяснил, что вообще он будет с ним делать на протяжении дальнейшего времени. Ну здесь Сайлент, здесь будет замедление. Ну и через Мистик Флеер можно Леона опять разбирать. Правда, у Скайросмага никакого Мистик Флеера нет. Ну и у Леона всего лишь 4-й левел. Если Скайросмаг берет Мистик Флеер, я думаю, сразу же Леон это поймет. Из таверни будет кричать, ребята, у него 6-й, у него 6-й. Это понятно, что в 6-й, иначе в таверне бы ты не оказался. В лесу тем временем Бистмастер. Его вообще исключили с праздника жизни. Он отправляется в лес с кабанами фармить зверюшек. 2 200 на руках у Бистмастера. Ну неплохой тайминг, в принципе, для Даггера. Совсем немножко осталось. Эту пачку забирает, и Даггер у Биста уже появляется. Там дальше ждем. Аганим, Барабаны, ну там уже по желанию. Ну аганим действительно мастхев. Тут надо будет как-то Свена стопить. У Свена 100% будет Блэк Кинг Бар, иначе события развиваться иначе и не могут. Криси, на удивление, лоялен у нас к FZFZ. Вроде бы Снайпер через Тейк Аим и через Ассасинейд со Шрапнелли должен постоянно спамить Медузу. Но Медуза почему-то фуловая бегает. Не только ХП у нее фуловая, у нее и маны полным-полно. Ну, Манашилд не качает, точнее качает, но пока не включает у нас FZFZ. Криси еще и сам проседает по ХП. Ну, это Шрапнелли-то такое. Так, забрали у нас тем временем Скайросмага. Это здесь случилось. Свен на релокейте влетел вместе с Виспом. Куда у нас улетает Висп? Да, назад на нижний лайн. Забрали. В итоге Скайросмага и Огра еще там развалили. Как же такое я мог пропустить? В 790 заработала команда Рейф. Они должны немного подправить свою ситуацию. По золоту практически в ноль. По экспириенсу через 5-6 секунд будет ноль. Ну что, готовится у нас выход на мид. Под смоком здесь Гёст. Райор ставит Коги. Коги действительно удачный. Крик пошел у нас в НБ. Вот ли он и узнал, что такое Мистик Флэр. И как вообще на него реагировать? Да, собственно, никак. Так, просто остановиться и получать удовольствие. Отправляется у нас в таверну. Леон. Какой раз? Третий раз уже развалили у нас НБ. Он в этой игре пока что никого не убивал. Но, правда, 4 раза поучаствовал в файтах. Криси продолжает дамажить Медузу через Ассасинейт. Но у Медузи Фиолетова абсолютно на этот Ассасинейт. Дополннейший Ассасинейт. Так, по вещам. У Медузы на данном моменте имеется Ринго Факвила. Есть Бутс оф Спид и Глофс оф Хейс. Но не думаю, что это выход в Пауэр Трэд. Скорее всего, перчатки появились под Мейлстром. У Бристл Бека после Ван Гварда. Пауэр Трэдс и что-то должно лететь. Да, уже летит Баклер и рецепт на Кримзон Гвард. 12 минут у команды Инвейджин имеется Кримзон Гвард. Чем Рейвы будут сносить этот щит, я не очень понимаю. Снайпер вроде бы дамажит неплохо, но Снайпер 1 дамажит. Хотя здесь есть Свен. Свен вроде бы и толком нищий, но Мом себе насобирал. У Джио 1-2-1. У Виспа 0-1-5. Кто же убийца со стороны команды Рейв? Снайпер 3-1-0. Ну и вот он, наш красавчик Райор 3-1-2. На оффлейне 3-1 закончить, по-моему, хорошо. У Клока уже 1100 на руках. Появляется Робов Зе Мэджик. Я думаю, что это выход в Блэйд Мейл. Куда же еще выходить? В принципе, есть, да, есть что и выйдет. Если в Коги Мистик Флеер залетает, Блэйд Мейл от Райора минус Скайрос Мак вообще даже без вопросов. Скайрос Мак себя там Мистик Флеером убивает абсолютно точно. Соперника может не полностью продамажить, не до ноля. А вот себя 100%. Ну что, у нас влетает Висп вместе со Свеном. Зацепили у нас Нана. Нана нормально спреем наваливает. Бежит еще под Гримзон Гвардом. Дерется. Вовремя провязал Гримзон Гвард. Фингер оф Дес вообще не почувствовал. Нана развернулся. И Свена на куски разорвала шипами. У нас какой-то провал со стороны команды Рейв. Минус 2. Минус 3 у нас. Еще и убивают на миде в это время Снайпера. Скайрос Мак вместе с Гёстом наорали на Снайпера. Разорвали его через Мистик Флеер. Как же хорошо играет команда Инвейджин. 3 в 0 подрались. 8-11 становится счет. И по голде 2-200 заработали после этого файта, который растянулся у нас на половину карты. Ну, Инвейджин классно. Действительно классно реализует свою стратегию. Свен летает вроде бы хорошо с Виспом. А Свена встречают такие ребята, как Бристлбек. Это то, собственно, на что я обращал внимание свое и ваше. И чему удивлялся. Так сильно давать фармить Бристлбеку, чтобы он на 12-й минуте загонял там двоих-троих вообще без вопросов. Свен был под Гэт Стрэнджем. Свен дал Стан, Висп Слоуилл. Нана бегал в Хексе, половину вообще в драке. И этот Хекс, представляете, Свена развалила там лягушка или курица, в кого превратили Нана. Да, Рейф непонятно, как будет вывозить такое количество дефа и такое количество дэмэджа, которое вылетает от Ежа. Под Смаком команда Инвейджен и, по-моему, сейчас будет встреча на руне. Висп здесь пока что один. Папа далеко, где папа его. Свен уходит на нижний лайн фармить. Здесь под Смаком сразу три игрока. Можно, если кого-то увидят, кого-то зацепят. Каст здесь. Надо давать Сайленс и разваливать каста. Да, Сайленс полетел, застопили его. Через тизер будет, наверное, притягиваться к Свену, но здесь можно вдвоем отъехать. Еще и Игнайт принес к Свену. Вообще великолепно. Релокейт имеется. Если что, на базу Свену летит. Ну, здесь Шрапнелью Снайпер немножечко приостановил команду Инвейджен. Так, откуда Снайпер дамажит? Где Снайпер? Снайпер у нас в... Нет, Снайпер не в лесу. Снайпер на первом споте нейтралов. Нана вместе с Медузой и вместе с Иксом стоят и разваливают тавер. У Бестмастера уже после Даггера появляется Белт оф Стрэндж и появляется Орпов в Веном. Команда Инвейджен без проблем забирает тавер по миду. Никто не собирается сейчас с ними драться. И, наверное, это верное решение, потому что не знаю, кто может что-то команде Инвейджен сейчас рассказать. Надо поодиночке цеплять таких ребят, как Бристлбэк, как Медузу. Драться в паре, где Бристлбэк будет наваливать физическим спреем по примороженным к земле от Стонгейза Медузы ребятам. Это, конечно, развал жесточайший. Я думаю, там столько будет летать, тем более, если это третий-четвертый стак. Так, конечно, с Медузой Бристл в паре работают расчудесно. Это действительно, как этот фильм называется, кто-то там и кто-то там Чак и Ларри, по-моему, снимают порно. Вот этот вариант. Не помню, как называется голливудский шерпотреб. Вот примерно это мы с вами и увидим, если Медуза Стонгейз провязает. Ну что, Райор получает Игнайт в лицо и отсюда отходит. Райор не готов здесь сражаться, я бы тоже на его месте туда не шел. Висп со Свеном улетают. 17 минут у нас позади. Давайте графики глянем. Вот такая вот интересная история по графикам. Менее 500 по золоту, чуть-чуть более 1000 по экспириенсу. У Джейо 11-й левел, второй Гад Стрэндж, есть Маск оф Медес. Имеется 1200 на руках. Сразу на Нетворце переключу, пока мы рассматриваем персонажей. На первом месте Бристлбэк. 3000 на руках у Нана. Скоро, я думаю, появится Тараска. Бристлбэк уже после, я думаю, будет выходить у нас в Керасу. Ну, понятно, что соль Керасы в том, что ее можно собирать по частям. Плейт Мэйл, потом Чейн Мэйл, тот же Хиппер Стоун. Все это стоит, но стоит не таких колоссальных денег, как тот же Ривер. Один из самых дорогих артефактов в игре. 3200. Сами понимаете, это действительно дорого. Курьер у нас ничего еще не покупает. Курьер отправляется к Скайрос Магу. Ну, а дальше посмотрим, какие подарки будут лететь Бристлу. Ну, хорошо. 3400 на руках у Бристлбэка. Может, это вообще выход будет в Радианс? Вот это было бы действительно весело. Хотя, недавно от Фира Радианс я уже наблюдал на... Там на Вивере был Радианс. Этот Радианс поперек горла потом стал команде... Evil Geniuses. Не знали, что с тем Радиансом делать, куда его продать. Нет, проще поступает у нас на на. На на практически собрал одним кликом Сен-Жин-Яша. Кримзон Гвардс, Энжин-Яша на... Ну, пускай до 20-й минуты. Плюс ПТ, плюс Мэджик Стик. Хо-хо. И еще деньги какие-то на сдачу у нас останутся у Бристлбэка. На на подтаймингу, по-моему, дает вообще просраться всей команде Рейв. Ну, нас пошли гнать снайпера. Снайпера через... Снайпера развалили через Мистик Флеер. Теперь гоняют у нас Скайросмага. Скайросмаг рассыпается. Гёста тоже, в общем-то, собрались ловить. Врывается Райор в него. Оставляют здесь Джейо. Ну вот. Добрый вечер. Пришла Медуза. Медуза через Тонгейс отгоняет отсюда половину ребят. Джейо бегает, не знает, что ему делать. Ничего Джейо не делать, бежать отсюда. Стараются Райора выхилять. Ну, здесь нормально. Через банку Райор уже фуловый. Это до поры до времени. Команда Инвейджин готова пушить, насколько я понимаю. Но, в принципе, у всех всё есть. Есть нормально маны. Есть мана Шилд у Медузы. Значит, по ХП проседать не будет. Нормально реген ХП у Нана. Крипы рассыпаются. Можно дамажить. Можно дамажить Тауэр. Выход у нас на Т2. Команда Рейв вообще не собирается ни с кем здесь разговаривать. Пока что отходят на свой хайграунд. Ну, Инвейджин поняли, что что-то не так. Тут, опять же, под смоком выходили. НБ идёт первый. Четвёртый раз умирать. А в это время Инвейджин уже отходят к своим позициям. Давайте быстро по артефактам. Пока есть время. Скорее, с мага. Тысяча на руках. Имеется Виталити Бустер. Выход в рот оф Атос. Бутс оф Спид. Ничего не грейдил. В принципе, правильно. Надо сначала серьёзный артефакт собрать. А дальше уже разбираться со своими куриными ногами. Так. Огр Маг. Став оф Визардри. Я думаю, здесь форс став готовится у нас у Огра. У Бристлбека Яша уже есть. В курице Сэндж должен лететь. Да. У Бристлбека Сэндж уже летит. 400 сверху. У Бестмастера готовится выход в Некров. Гёст вот так решил реализовать своего персонажа. Хорошо. Пожалуйста. Совсем немного осталось до рецепта. У ФЗ-ФЗ. Неужели это всё? Да. У ФЗ-ФЗ всё. У ФЗ топ-5. У него не лучший показатель по Нетворсу. Загнал его Криси Смида. У Криси 9000. Давайте смотреть теперь на Криси. У Криси Ultimate Orb есть. Есть Яша. И вот интересно, куда Криси пойдёт. Ну, всё будет зависеть от следующего файта. Если вдруг Криси двоих-троих настреляет в файте. И хотя бы 600-700, я думаю, поднимет по золоту. Ну, там до 1000. Если больше вообще великолепно. Ну, если нормальная сумма капнет с файта. То, я думаю, Криси у нас к этому Ultimate Orb будет точно такой же. Докупит. И появится Eye of Scuddy у мидера команды Rave. Это частая практика. Что на снайперах, что на ССФах. Очень часто это можно наблюдать. Если нет. Если потихоньку, постепенно. То, наверное, всё-таки Mantas Style появится. В общем-то, не зря же здесь Яша лежит. Mantas Style, конечно, не такой крутой, как Scuddy. Тем не менее, тем не менее, по Попу. Так, инфернальная музыка у нас откуда-то пошла. Одну секундочку. Сейчас разберёмся. Так, в это время у команды... Команда Invasion развалила Рошана. Брист забирает Aegis. Как его убивать теперь вообще непонятно. Переключаемся на Бриста и смотрим. По ХП 1700, Брист живучий до ужаса. Так, 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 не расходитесь. Возвращаемся. Небольшие технические вопросы решили и возвращаемся. Счёт у нас 10-12 на данный момент. 23 минуты позади. Даже у Skyrim Mag появляются артефакты. До 5-2 идёт у нас X. Кто смотрит меня больше, чем один раз, знает, как сильно флеймлю я на данного персонажа. Он, правда, мне кажется, дичайшим рахитом. Тут даже и слова другого не подберёшь. Skyrim Mag по КД, как по мне, должен умирать, потому что вся практика комментирования говорит, что этот персонаж создан для боли и унижения. То 0.8, то 0.9, то 1.5, то 1.100, 1 миллион. Вот так заканчивается примерно игра для Skyrim Magа с таким КДА. Но здесь X на место ставит все мои нелепые доводы. И 5-2-2 идёт X. Во-первых, он соло у нас разбирал Леона на начальных этапах. Во-вторых, Мистик Флееры в каждом файте удачно влетают и не умирает Skyrim Mag, что удивительно вообще для меня. Криси начинает настреливать у нас по Медузе, да? Нет, Бристалбек у нас проседает. Принц Пейджис у него имеется. Умирать просто так он не будет. FZ, FZ тоже наполучал. Полстолба снесли по ХП и половину по Монопоинтам. Готовы Инвейджин выходить на Тауэр? Готовы. Готовы забирать его. Тут нормально впитывает дэмэджи в себя Бристалбек. Криси стоит, пока что расстреливает издалека. У него всё-таки Манта Стайл появился. Ещё и 1000 сверху. Можно попробовать на нас забрать. Врывается у нас Клок. Хукшот в Райора. Райора развал... Не в Райора, а в Бристмастера. Райор тоже у нас развалился, но под Мистик Флеером. Skyrim Mag тут чуть не охренел. В Блэйдмейл половина Мистик Флеера залетела. Skyrim Mag, кажется, аж перья дымятся. Стали. Они начались. Так, ну что, у нас Криси врывается под релокейтом в Skyrim Mag. Живёт Икс. Икс живёт. Что же это за Skyrim Mag? Это разрыв шаблона и того, что у меня ниже спины. Что вообще происходит? Почему Skyrim Mag не умирает? Что творится? Кто сломал мою Доту? FZFZ на данный момент уже имеет Яшу. Курица несёт ему Ultimate Orb. Тут появляется... А, Медуза, кстати, в этот же клуб. Снайпера, СФ и Медуза. Та же подруга. Купит себе Яшу, купит себе Ultimate Orb. Все думают, о, сейчас будет Манта Стайл. Как здорово я читаю игру. Как хорошо я вижу тактику профессиональной Доты. Медуза покупает второй Ultimate Orb. И вся тактика Доты отправляется в неизвестном направлении. Ну, у снайпера так не случилось. Снайпер у нас Манта Стайл собрал. Вот на Медузу я бы не ставил. Я думаю, это подруга хитрохвостая. У неё второй Ultimate Orb должен появиться. Тем более, в файтах Медуза может драться. Где её дружбан? Бристлбэк. 2800 после Сен-Жин Яша. Эджис так и не выбили из него. Бистмастер. Первые некра имеются. Даггер есть. Есть практически на второй рецепт Некрономиконов. У Свена. У Свена появился БКБ. Одним кликом не стал постепенно его покупать. Свен у нас через Мом пошёл на крипов. Зря он пошёл на крипов. Здесь в это время Криси развалили. Крикнули на него. Мистик Флэйр. Вот вам и Скайросмак. Скайросмак в соло дерётся с Джейо. Но здесь-то он хоть может умереть. Умирает у нас Скайросмак. Райор врывается в АДТР. Огрмаг на лоу ХП. Фингер оф Дэс от НБ залетает. Один в два. Разменяли Снайпера на двух саппортов. По-моему достойный размен. Команда Рейв немножко по золоту поднялась. Но загнобить Снайпера это конечно дело правое. Забрали Снайпера. Потеряли Скайросмага и Огра. Небольшая проблема для команды Инвэйшн. Главное что Бристлбэк и Медуза остались живы. Свен там ещё в соло сражался со Скайросмагом. Если бы этот парень с руки. Икс. Если бы с руки у нас Свена развалил. Я наверное бы сразу закрыл. Доту и пошёл бы обняв колени плакать в душе. Унана. Тем временем 2000 на руках было. Это вот такой вот артефакт. Рецепт на БКБ осталось только купить. 1000 до него остаётся. У Скайросмага 720 на руках. Немножко до ротов Атос не хватило до смерти. Так у нас Свист забирает Бистмастера. Вместе с Джио влетели конечно же. Сам Свист ничего бы тут не сделал. На релокейте в чужой лес. А почему? Неужели тут Вижен есть? Нет. Вижена у команды Рэй в чужом лесу нет. Неужели просто на Верочку полетели и так свезло? Какой крутой Вард. Это где? Это где такая красота продаётся? Ух. Ну не чудо ли это? Да, Вард и правда чудесный. Никак не могу на яблоко попасть. Куда ты смотришь? Да, крутой Вард. Действительно крутой. Обычный рарный Вард. И, по-моему, лучше всего, что я видел за последнее время. Давайте глянем по графикам. 2 с плюсом. Так, у нас драка здесь. Никаких графиков. Джио под Блэк Кинг Баром. Врыв у нас от Клокверка. Хукшот в Гёста. Гёст сразу же бросает, кричит в ответ. Нет, ну и там через Мистик Флэр. Скайра Смак вместе с Бейсмастером очень быстро разобрали Райора. Почему он сам туда влетал, непонятно. Возможно, отвлечь на себя внимание. Возможно, просто с психу. Но такие психи надо придержать где-то за игрой, за данными событиями. Нельзя просто так в соло врываться. Нельзя. Плохой, плохой, плохой Клокверк. Рассыпался у нас Райор. В любом случае, минус один для команды Инвейджин. Они могут начинать выходить на Т2. И даже, может быть, попытаться зайти на Хайграунд. Если за Т2 будет драка и смогут развалить Инвейджин хотя бы одного-двух персонажей, можно будет заходить на Хайграунд. Так, FZ-FZ начинает настреливать по Тауру. Тауру, скорее всего, рассыпается. Да, начался Стоунгейс. Крисси здесь без Блэйкинг Бара. Крисси уносит на релокейте отсюда Висп. Что-то недалеко ты, товарища, унес. И еще и вернуть же сюда придется. Это, конечно, трешак жутчайший. Развалили у нас Бристлбека. Пошла погоня за FZ-FZ. Это ДТР на лоу-ХП. Райор очень круто влетел в Геоста. Скорее всего, его развалит. Джейо тоже у нас уже Огрмага отправляет в таверну. Райор разваливает в это время Бистмастера. Вот такая вот драка. Хоронили мы постепенно команду Рейв. Но они не собирались у нас быть похороненными. Команда Рейв делает камбэк. И камбэк более чем ощутимый. Свен 3-3-5 вроде бы. Но в важных моментах не подздал наш парень. Fight Recap не посмотрели. По золоту видим прекрасно, что за 3 переваливает преимущество. За 4 даже переваливает преимущество Рейв. И за 6000 переваливает преимущество по Экспириенсу. Х1 здесь Х. Но это самый настоящий, серьезнейший Скайрес Мак. Он может врываться. И соло в Джейо лупить. Джейо зачем-то еще Гад Стрэндж провязал. Или это было ранее. Я не понял. Для чего это? Ну, на всякий случай с Гад Стрэнджем легче бегается. Свен отсюда уходит. И ТП, кстати, нет у Свена. Зато есть блинк Даггер. Можно, в принципе, помансить, побегать. Джейо, в принципе, сейчас фуловый будет по ХП. Маны нет. Так что в драку врываться ему смысла сейчас никакого. Ну и без Гад Стрэнджа драться. Тоже, понимаете, дело провальное. Леон уже имеет Даггер. Есть 1200 сверху. Давайте действительно отвлечемся немножко на... Так, куда у нас снайпер полетел? На мид. На АДТРа врываются. Райор через батарея Саут притормозил немножко Огра. Но это все было очевидно. Даже озвучивать не будем. 18-15. 520 заработали. Снайпер улетает в леса. Давайте по шмоткам все-таки пробежимся. Пока у нас релокейт кэдэшится. У Огрмага рецепт на форстаф имеется. Все для форстафа тоже. Уже в этом билде. У Скайросмага 150 после ротов Атос. Но тут собирать пока что негде. Драк не было. У Бристлбека. Почему летит уже Блэк Кинг Бар, насколько я понимаю? Да, на Нана уже летит Блэк Кинг Бар. У ФЗФЗ появляется Мордип Маск. Вот, пожалуйста, то, о чем я вам говорил. И Снайпер, понятно, что потом после манты собрал Скади. А вот Медуза. Ты сидишь такой, думаешь, Яша плюс Ultimate Orb. Это получается Манта Стайл. Все. Такая идиотская аналитика в голове у тебя происходит. А потом вдруг откуда ни возьмись появляется Ultimate Orb. Дальше Point Booster. Дальше Orb of Venom. И ты сидишь такой несчастный. И хочется вообще плакать. От того, как плохо ты читаешь доту. Ну, здесь я уже с горьким опытом могу примерно предположить, что Медуза после Яши и Ultimate Orb будет собирать еще один Ultimate Orb. А никакие не манты Стайлы. Никаких рецептов там не появится. Ну, ждем. Совсем немного осталось до Айов Скади. У Снайпера уже имеется этот чудесный артефакт. После манты Стайла Снайпер, в общем-то, по фарму видим впереди планеты всей. 16 тысяч Криси заработал. 14 с половиной у Бристлбека. Кстати, Бристу вот, наконец-то, БКБ прилетел. Бестмастер у нас прилетает. Некрономикон. Третий, причем, Некрономикон. Не какой-то там. У Свена Ривер появляется. Есть рецепт на Тараску. А Виталити Бустро нет. Свен пока что без Тараски. Но есть у него Блэк Кинг Барр. По ХП, в общем-то, Свен нормально себя чувствует. 2300 имеется. Плюс дефа мы знаем прекрасно. У Свена много. Плюс здесь Крикнул еще больше дефа. Свен по... По защите и по... ХП проседать не должен. Тем более, когда прилетит Тараска, там и дэмэджа при приближении, при соединении, приставка, при запутался в словах, прибавится, конечно же. У Райора имеется уже Point Booster и 1100 на руках. Через 1800-1900 увидим в его железных руках Аганим. У Криси 2000 на руках. У Веспа есть Мека. У Веспа есть Урнов Шадоу. У Веспа у нас вообще Пимп на этой катке. Он самый богатый из всех светящихся шариков. Как для Саппорта, Весп очень неплохо себя чувствует. Мы видим, что он обогнал и Икса на Скайросмаге, и Огрмага, на котором АДТР отыгрывает. Огрмага вообще бомжовая ситуация. Форстав еле-еле где-то в секонд-хенде насуетил. Ну, Брист, конечно же, тут король. Команда Инвейджин. На втором месте в данном коллективе идет Медуза. У Медузы появился Скади. Будет теперь... Я думаю, собираться наконец-то в Манта Стайл. Это не лишено смысла. Снайпер стоит издалека. Просто наваливает по Тауру. В это время у нас Райор врывается на Медузу. Уходит отсюда. Кричи сама на себя Медуза. Медуза еще и... Вообще интересный мув от Свена. Медуза через Стоунгейс на всех начала орать. Джейо разваливается от Медузы. Криси. Криси, Криси через Манта Стайл пытается уйти. Ну, нет. ФЗ не даст ему уйти. Нет, Криси уходит. Налог ЭП, но все-таки уходит на базу. Переключаемся опять на Тауру. Ну, НБ не такой плотный у нас, как Криси. Три в три подрались. Медуза осталась жива. В нее врывались. И она осталась жива. Еще и настрелял. ФЗ очень неплохо. Да, он тут ассисты получил. Сам, по-моему, никого в файте не убил. Но, тем не менее, минус три команда инвейджин сделала. Забавно выглядело это. Медуза начинает орать. Начинает трясти головой. Тут прилетает Джейо. И молоток ей отправляет в лицо. Мол, да заткнись ты вообще уже. Нормально осадил подругу. Нет, я, конечно же, не пропагандирую межполовой насилие. Ни в коем случае. Но Медуза что-то мне на девушку не очень смахивает. Так, ну у нас готовится продолжение. Я думаю, драки. Нет, нет. Снайпер просто бросил шрапнель. Ушел отсюда. Кто забрал Эггис? Опять у Бристлбека. Три тысячи на руках. Скоро появится. Теперь уже есть смысл покупать Керрасу, я думаю. Но она это должен понимать. По ХП у него все хорошо, в общем-то. Керраса плюс щит от Кримзен Гварда общий на всех. Она пошел и забрал свой ТП. Вот оно что. Копеечка к копеечке. Бристлбек на первом месте в своей команде. Немножко уступает снайперу. Если б на 35-й минуте снайпер уступал Бристлбеку, по Нетворсу я бы вообще ввешался. Пять тысяч по золоту впереди команда Рейв. По Экспириенсу 10 тысяч тоже Рейв. Но видим, что последняя драка немножко их осадила. Две тысячи по Экспириенсу потеряли и по золоту тоже тысячу с лишним. Слушайте, какая динамичная игра на самом деле у нас происходит. Как будто не азиатский дивизион включили, а какой-то серьезнейший папчик в одном из пригородов Новосибирска. Медуза 2500 на руках. Имеется Яша. Мы понимаем, что Манта Стайл теперь уже есть смысл покупать. Мордип Маск ни во что пока не грейдится. Курьер ничего Медузе не носит. У Огр Мага тоже ничего нового. У Нана 4000 на руках у Нана. Вот если бы 20 минут назад, или не 20, 15 минут назад у нас Нана собрал бы Радианс, это действительно было бы, может даже, ну то, что это было бы забавно, это понятно, но возможно это даже имело какой-то практический смысл. Денег в принципе было у него много, даже больше, чем Бристалл Бэк может себе позволить. Но Бристалл решил пойти иначе и купил стандартный тембилд с Энжин Яша. Ну ранний с Энжин Яша, теперь 4000. 37-ая минута. Есть Блэк Кинг Барр, есть Кримзон. Денег на руках много. Бристалл в общем-то проседать не должен. У Свена уже имеется Тараска, после Тараски полтора куска заработал. Райор здесь соло ковыряется с Некрами. Надо бежать отсюда, потому что через батарея Саут сейчас Некр умрет, у Райора ХП не останется. Райор зажали его в деревьях, просто разваливают кабинет Райору в деревьях. Хорошо, что закончилось время действия Некров. Если бы Райора сейчас два Некра развалили бы в кустах, это смех был бы и слезы, наверное, полнейшие. А ДТР в это время умирает у нас от Джио, с Веспом влетели. Джио очень быстро разобрал Огрмага. Смотреть повтор не будем, я думаю, там все было элементарно. Судя потому, что маны нет, значит был Гадстрендж и был Штормхаммер в лицо Огрмагу, конечно же. Команда Рейв отправилась в чужой лес. Улетает отсюда НБ, улетает на подсейв Т2. Ну, может быть, будет размен, но должен быть. Почему нет? 17 секунд, еще нет портала КД у Джио на ТП. У Криси ТП имеется. Ну, здесь команда Рейв должна очень быстро развалить Т2. В это время у нас Т2 падает внизу. Ну что, собрались дефать Инвейджин. Прилетели сюда и Рейв, бедный несчастный, отходит отсюда. Не готовы они сражаться за Т2. Да вообще не стоит оно того, втроем отдаваться за какой-то несчастный Т2. На свой. Я вижу, прокликали, будем дефать свой. Все, все очень просто. Не нападаем, дефаем свой, потому что команда Инвейджин пойдет. Почему нет? Вчетвером они здесь. Здесь у нас Нана тоже прилетает на ТОП. Что это означает? Это означает Тим Пуш. Смоук. Имеется ли у кого-то из Инвейджин? Да, есть у Скайросмага у нас Смоук. Скайросмаг вообще готовится стать MVP этого матча. 6-4-5. 4 смерти всего лишь на 40-й минуте. Раз в 10 минут у нас умирал Скайросмаг. И раз в 13 минут, точнее 2 раза в 13 минут убивал. Это вообще какое-то чудо, а не Скайросмаг. Выход у нас от Инвейджин на Т2. Ракета летит. Ну, просто прочекать ситуацию. Ситуацию прочекали. И что вы будете с этим делать? Какой-то in your face. Бристлбэк что-то купил себе. Что летит Бристу? Бристу летит готовая Кераса. Ни хрена себе, что у Нана вообще происходит под деньгом? Откуда это? Что это такое? Это доступные шмотки. Какая-то программа государственная 2015 года. У Бриста нереальный какой-то... Как для Бриста, конечно же. Нереальный Нетворс. Врывается Нана у нас в Бристлбэк. А Бристлбэк Ассасинейт себя впитывает. И готов драться. Вообще не уходит отсюда. Стоунгейс. Мендуза провязала. Джейо здесь развалят. Джейо под Гад Стрэнджем. Нет смысла даже разворачиваться. В таверну у нас отправляется Свен. Байбэка у него нет. Погнали команду Рейв на свой хайграунд. Нана стоит на хайграунде и просто разваливает. Криси вроде бы неплохо валит. Вроде 200. 200 бьет в спину. Но в это время FZFZ стоит разваливать Тауэр. Плюс здесь есть Некран. Надо цеплять Криси. Попытка зацепить Криси. Райор поставил Коги. Вполне удачный. Ну здесь мультикаст в спину Криси. Криси распадается. Байбэк сразу же от Снайпера. Еще и что там такое? Там у кого-то криты. У кого, у кого, у кого криты? Кто вообще критами валит? Нет, Медуза нет. По-моему мне показалось там как с крита развалился у нас Снайпер. Или может это уже количество стаков Спрея так сильно дало по голове Снайперу. Снайпер байбэкнулся. Смысла никакого уже нет. Потому что сторона упала. Четыре игрока команды Рейв в таверне. Бежать и гнать некого. Медуза покупает Баттерфляй. Опять я что-то просмотрел. Медуза есть Яша. Она покупает Баттерфляй. Ну опять же деньги есть. Есть деньги на Скаде? Покупаем Скаде. Есть деньги на Бабочку? Покупаем Бабочку. Яшу оставим на потом. На самый последний момент. У FZ FZ 2000 еще на руках. Давай еще один Ultimate Orb. Купи патроль меня. Почему бы нет? У Бестмастера третий некра. Имеется персик. И 3500 на руках. Обливент став меньше двух. Ну все. Рефрешер должен лететь. Да. Вот он. Рефрешер. Покупает на фулл деньги. Бестмастер у нас покупает данный артефакт. Но он действительно полезен. Через БКБ Свена. Опять же БКБ 5 секундный. БСВена можно просто не выпускать из ульта. Бестмастер не решился покупать Аганим. Рейндж не так существенен. Когда есть Даггер. Врываться можно. Опять же Бристлбек может подходить. И постепенно линию команды Рейв. Собирать вокруг себя. Потому что дамажит от Бристлбека все хотят. Все вокруг него. Там уже Бестмастер врывается с Даггера. С Некрами. С двумя Праймал Рорами. Ну и сколько Рор держит. На данный момент 3,5 секунды. 4 секунды через совсем чуть-чуть. Крик у нас на Клока. Клок себя форстафнул. Но в спину получил крик. Мистик Флеер улетает у нас Клок. Недалеко улетел Клок. Каст очень интересный. Делает релокейты. Постоянно релокейт. Всего лишь на полэкрана назад. Но это не лишено смысла. Висп у нас на тизере должен спасаться. Поймал он Фаербласт. Игнайт тоже залетел в него. Собрали двоих. Игроки команды Рейв. Ну все. Стоунгейз врубила Медуза. Бристол начинает наплевать под Блэк Кинг Баром. Драка против Джей Йо. Разваливается Снайпер. У Снайпера нет Байбека. Джей Йо сражается. Там Джи-Джи. Да, я это прекрасно вижу. Ну а с такой яркий файт. Разваливается уже 3 игрока команды. Ну... Что ты будешь делать? А ладно. Поздравляем команду Инвейджин. Первую катку они затащили. Соперника, а именно команды Рейв. Ничего толкового не смогли предложить. Во второй катке все увидим. Пока у нас перерыв. Не забывайте. Все воды команды... Все воды турнира Джоин Дота, MLG, Pro League. У нас на Ютубе имеются. Подписывайтесь, заходите, смотрите. Там таким же неприятным голосом я все рассказываю. А в ВКонтакте можете заходить и подписываться. Нам тоже это очень важно. Там все анонсы касательно будущих стримов. Касательно вообще событий в Дота комьюнити. И, конечно же, на Твиче не забывайте ставить лайки. Это все абсолютно бесплатно. Никто с вас ничего не потребует. Рарные шмотки присылайте на игрок КМ в Доте. Конечно же, это шутка. Все, услышимся через пару минут. Чай, кофе. Собирайтесь, готовьтесь. Ответка от Инвейджин и Рейв через несколько минут. Пока музыка, графика, все для вас. Смотрите, наслаждайтесь. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok